Журушка, Журушка, петь ты нехуясос ты Друзья, привет! Вы на канале Ганс Мюзик Скул! Сегодня у нас на диванной экспертизе интервью Егорушки нашего Ярушина Каналом узлом не заработать, да, у меня уже снято много роликов про него Мы выяснили, что он не хуясос, не пи***, не пиздобол, не вокалист, не плагиатчик, не переобувщик Куча полезной информации уже есть на канале, и мы вроде бы упустили его из виду, прошло время, но тут выходит интервью Нам обязательно надо держать руку на пульсе, потому что такой большой человек, мало ли, что-то изменилось в его светлой головушке Мы срочно, ну не так уж, правда, и срочно, уже, кстати, интервью было выпущено две недели назад Ну, в общем, мы решили все-таки освежить его пресвятой образ на нашем канале Чтобы убедиться, что этот гений чехословацкого металла до сих пор красавчик А в конце этого выпуска вас ждет сюрприз, музыкальный сюрприз от Грибочка Так что досмотрите это видео до конца Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали Также подпишитесь на мой Бусти, Телеграм, если хотите меня реально поддержать А с вами Дюан и эксперт Андрей Ганс, а как Грибочек Поехали! Вот перед нами сидит Егорка И сразу с первой секунды мы еще не начали Он поддерживает образ чувака, который умеет по верхам набраться и во всем разбирается Во всем шарит и везде свой Вот у него верх политический, низ музыкальный Кепка, make America great again Предвыборный лозунг Трампа Егорка в Россию переезжает И теперь Америка наконец-то без его Марины может стать великой Большую часть я уже провел в России, но... Егорка постепенно, видите, переезжает по частям тела Сначала ноги, потом руки, потом голова и в конце усы переедут Те люди, они могут, конечно... Люди вообще очень падки на то, чтобы кого-то в чем-то обвинить Во лжи, там, или чем-нибудь таком В том, что там кто-то переоблыл Вот, смотрите, говорит, что не смотрит мои ролики Давай уже откроем карту, что все смотрят, все угорают Или что он поменял, там, передумал в связи с чем-то Будь это какие-то стоп-списки или там что-то такое Все очень просто и прозаично Я не могу найти подходящее для себя жилье То есть ты не смог найти квартиру в Санкт-Петербурге? То есть за любую цену, пожалуйста, от маленьких халуп комнат до хором, пожалуйста, все можно найти Может быть ты хочешь за копейки найти хоромы? Хоромы? Ну, тут другой вопрос, конечно Я обсуждал этот вопрос со своим отцом И мой отец, как мудрый человек, сказал мне очень правильную вещь Он сказал, ну, в чем будет разница от того, если ты переедешь в Петербург Это примерно будет, как если ты в Праге будешь жить Смотрите, на что идет отец Егора Он уже не знает, как его вытолкать, этого мальчика 32-летнего, который на шее сидит со своей музыкой Сынок, едь хоть куда, едь хоть в Петербург, пожалуйста Это почти как Прага, только, по идее, должен быть дешевле Хоть сам научишься платить за квартиру На батины деньги всю жизнь тусовался, нормально себя чувствовал Все, батя говорит, блядь, мне надо на даче огурцы сажать в Чехии Все, иди-ка ты нахер Езжай, езжай, мы тебе микрофончик положим Кассету Inflames и подгузники Твои любимые многоразовые То, что, конечно, ехать надо в Москву А в Москве очень дорого снимать жилье То есть, снять себе где угодно в пределах МКАДа Или хотя бы у метро, даже в Замкаде Квартиру это стоит, ну там, Х2, Х3 Батин план провалился Егор, как говорит, еду в Москву А вот это Х2, Х3 буду тратить на усы в барбершопе Еще будет оставаться у меня, может быть, даже на пиво На пиво охота крепкая Я признаюсь, я ничего из этого русскоязычного материала Почти ничего я не придумал То есть, это мои англоязычные тексты Которые команда переводчиков Это вот эти тексты про спасателей Малибу, да, про спасательный круг Вот эти, то, что мы читали, смеялись Ролики я отснимал, будет ссылочка в описании Ну как, команда просто моих друзей, которые лучше Это команда друзей, такие тексты писали Ой-ой-ой, Егор, на наш рынок тебе будет сложно попасть Умеют писать тексты на русском языке, чем я Причем это люди из абсолютно... Писать лучше, чем кто? Чем дуб в лесу, блять, еще может быть На разных, разных там ответвлений моей жизни Они помогли адаптировать мне мои тексты Хорошо ли, плохо ли? Это отдельное дело Но... Да ты никогда не писал тексты на русском Это надо всю жизнь их писать, чтобы что-то нормальное сделать Так сразу не получится, тем более в металле На фестивале Fine Mist в городе Тернополь, на Украине И там я забыл текст на тот момент Да и, пожалуй, все еще, наверное, нашего самого главного трека Кавера на группу Депешмот Егор, ты нам открываешься еще с одной стороны Мы когда уже закончим все твои грани изучать? А кажется, ты еще не лабух у нас Насколько вообще, как ты думаешь, для русского слушателя важны русские тексты? Крайне, крайне важны Крайне важны, поэтому такое дерьмо ты суешь со своими вот этими текстами Исполнитель, и как человек, который думает на русском языке Ты напишешь лучше по-русски Что касается вот этого... Ну ты, Егор, ну ты же думаешь на русском языке, а получше ты что-то не написал Мне непонятного и неприятного пренебрежительного отношения ко всему, что на русском Егор встал на защиту русского языка Два дня поснимал квартиру в Москве, все Сашка Шоколай, пишешь на английском? Ходи, оглядывайся, берегись Мы русские, с нами Егор Знаю людей лично, которые говорят А я все, что на русском не слушаю Что это за, не знаю, попытка выстрелить себе в причинное место Тем, что ты отказываешься от пласта своей культуры Егор отказывался 15 лет от пласта культуры Потом, батья, пинком под жопу выгнал Иди, живи как хочешь Егор такой, блядь, с двумя чемоданами Елой пал, блядь В Праге не протянул, надо в Россиюшку ехать То, о чем поет англоязычный... Короче, на наших глазах происходит взросление Егора Вы видите, да? Наконец-то человек зажил свою жизнь Наконец-то носки с трусами Сам будет на Вайлдберрис заказывать Молодец У меня был очень простой вопрос На русском или на английском? С огромным отрывом победила на русском Да люди просто услышали твои сакрфайсы с паралайзом И думают, блядь, пусть он, нахуй, играет дальше в музыканта Ну, хотя бы, чтобы на русском Слушай, такой вопрос немножко провокационный Так Знаешь группу Радио Тапок? Да Суть вопроса заключается в том, что насколько тебе было бы интересно, например, со своей группой сотрудничать, например, с государством и... Сейчас будут делить шкуру неубитого медведя Кому ты нахер с пост-хардкором нужен с государством сотрудничать? Во-первых, я по определению иноагент По простой причине того, что всю свою жизнь я живу, ну, то есть 18 последних лет Все то, что в закусочной, да, и в гостинице наработал, все налоги там А как вот интересно, ты собираешься концерты играть? Как ты собираешься, ну, сборы делать? Мне непонятно Тебе же надо как-то это легализовать? Билеты там электронные все ИП надо делать Я вот не понимаю, если ты иностранец, так сказать Мне в Европе может грозить до 7 лет Просто за вот это Из-за разных там санкций и так далее и тому подобное Много ли у тебя хейтеров? И бывало ли такое, что вот если какой-то хейтер, например, появлялся Он бил в какую-то точку, ну, вот, в которой... И он разве скажет, если что, даже такое было Правда, понимаешь, есть, например, какой-то пробел? Он же ничего не смотрел, ни одного моего ролика не смотрел Или в большинстве случаев это все притянутое за уши Если бы я сказал, что да, такое случается Ты понимаешь, что я подстегнул бы этих людей для того, чтобы они пытались бить По каким-то там... А то не почем бить, да, все идеально Идеально исполняет, идеальная музыка Идеально вывозит на концертах Ничего лишнего не говорит Разбирается в той теме, да, про которую он говорит Умеет с хейтом справляться Умеет хорошо человеку в телеграме ответить Да, не банит Так общается, что потом люди подписываются и говорят Извини, Егор, мы были не правы Да, вот это все ты делаешь, конечно, на отлично Ну как, кто-то относится к этому как к проблеме, кто-то как к данности Оно заключается в том, что никто не миллион долларов Для того, чтобы... Ну все, Егор сейчас будет говорить, что всем не понравится Я такой трушный, я всегда говорю, что думаю Совсем А такие люди, у которых нет фильтра Которые просто говорят Всегда первое, что приходит им в голову Первое, что приходит на ум, тебе задают вопрос Ты говоришь, иди нахуй и банишь Вот твое классическое поведение Да, такие люди Притом не всегда тебе именно хейт пишут Тебе пишут, конкретный вопрос задают А вот это вот ты херовенько сделал Ты просто банишь и посылаешь нахуй Конвенционально говорить людям то, что они хотят слышать А я зачастую делаю абсолютно полностью противоположное Ух ты, какой серьезный человек Просто не поступиться к нему на пьяной кобыле Что же касается каких-то хейтеров Ну, естественно, чем больше... Чем больше... Чем больше популярность, Егор, у нас все бьет все чарты популярные Мы же теперь хейтеры собрались на диванах и сидим просто перемалываем косточки Деватник я или либераха Для кого-то я слишком либеральный, для кого-то я слишком ватный В Чехии ты либеральный, здесь ты ватный Вообще идеально По музыкальной части, если честно, ничего внятного Ничего внятного, но после моего ролика песню Край Омега ты перестал исполнять, потому что ты не вывозишь Ты это понял? До этого ты людям уши засирал, исполнял И тебе было плевать вообще Как это все звучит там, блядь, кровь из ушей Это непонятно, как у группы в плейбеке может, например, звучать их еще вокал Или, например, для многих непонятно Да все понятно, Миш, все понятно Беки, это понятно, это все нормально Не надо тут тоже передергивать, перевирать Но когда вот ты ж Буярика брал интервью, Ярик тебе что ответил? То, что у него просто все под плюс идет Так ты скажи, под плюс, нормально ли под плюс? Плейбеки и под плюс это две разные вещи Понятно, что у всех есть плейбеки Да, и у мировых звезд, да, и у Брин Мизахаразин, у Архитекса Они играют Когда, например, те же рэперы, они свои биты на сэмплирование строят Я считаю, что в нынешней... Так и что в этом хорошего? Где тогда рок? В чем тогда вообще металл и рок останется? Если даже вокалист хотя бы не будет петь живьем, блядь, что останется тогда? Или ты подходишь к музыке профессионально, или ты подходишь к музыке по-дилетански? Да при чем по-дилетански и профессионально? Если ты не умеешь петь и написал такие партии, блядь, которые ты никогда потом не вывозил все свои годы Разве это профессионально, ты хочешь сказать? Трушно, не трушно, это однозначно из второй категории Сидит, рассуждает серьезно, блядь, про то, что вообще сам, блядь, не вывозит Сам никогда этого не делал, блядь А то, что не измеряется цифрами, то не имеет никакого смысла обсуждать Как говорил и говорит мой папа всегда Раз ты такой умный, покажи деньги Какой ты умный? Как мы тебя воспитали, пиздец, говоришь охуенно А денег не показываешь, нихуя Только мы тебе показываем деньги Если это работает, если на это ходят люди Если люди возвращаются после того, как они один раз попали на концерт Не все массово и одинаково полезно Высоты своих диванов Потому что в большинстве своем народ тупой И поэтому они и слушают, блядь, и поп-музыку, да, дренную какую-то И того же Ярика Он нашел свою аудиторию, да, тупой народ, которому легко продать заново все песни, с которых он пиздит Просто один в один копирует, да, и это продает заново молодому поколению Вот и все Один из самых таких вот моментов, которые я видел, прилетает именно тебе За то, что все твои партии в записи, они очень высоко звучат И мол, а вот на концерте, где нужно бегать, заниматься и где-нибудь Сейчас будет дальше биополярка Егора Вот этих вот поролоновых треугольничков, которые можно удобно петь Споет ли Егор так же? Классно Есть такое понятие, как течение времени Сейчас будет философия от Егора И в 2000... Уведение от основной темы и на ответ на вопрос нормально мы все равно не получим В 2011 году вещи, которые я записывал, например Я старался сделать максимально высокими, потому что в 2011 мода была такая Еще сейчас он говорил до этого про профессионализм, да, что надо понимать свою тесситуру и петь так, чтобы ты потом мог это спеть Не, Егор про это не знал Сжимал яйца в тисках, просил, наверное, этого Вацлава своего, сожми мне яйца, я должен записать максимально высокую партию Нужно было звучать высоко для того, чтобы люди думали, что ты звучишь круто Запомните этот год, 2011 год Что ты хороший вокалист, нужно было просто на дельфиней ультразвук перейти для того, чтобы... Ну не знаю, не было такого, это только тебе так казалось Была куча групп, которые без этого нихуево обходились Какую-нибудь строчку из моей песни, моей же мною написанной, писать мне в комментариях И якобы показывая то, что я ее не выложил Это он говорит про Last Forever, чтобы вы понимали Речь идет про трек Край Омега Этот трек я написал в 2019 году Заметьте, почему ты такие высокие партии делал? Ну в 2011 году это было модно Поэтому в 2019, блядь, я тоже написал такую песню спустя 8 лет, чтобы невозможно ее было петь Логика отсутствует вообще Если посмотреть лайвы тех времен, тогда я вывозил его филигранно, легко и просто Вывозил легко и филигранно, я даже не поленился и просто посмотрел, как же это, блядь, в записи звучало Давайте посмотрим Last Forever! Блядь, так же, так же уебично это звучало Так кринжово это звучит, реально пародия, просто пародия на металл-группу Сейчас, спустя 5 лет, я на 5 лет старше и петь его мне... Все, возрастные изменения, а ничего, что ты до этого точно так же исполнял Только тебя еще там потюнили А так это без тюна звучало так же, как и 5 лет Сейчас ты будешь нам про возрастные изменения говорить То есть в итоге ни на один вопрос, нормально как есть, не отвечено Вот так вот, ребят Сложно, поэтому, например, в туре, кроме Москвы и Петербурга, мы этот трек не исполняли Все, кому спасибо, надо сказать, ребят, не благодарите Мы сыграли его в столицах, потому что я знал, что люди будут его ждать Да просто еще видоса не было моего, вот что ты не знал, блядь Потому что я такой, знаешь, самовлюбленный и думаю, что... А потом обосрался, все на тебя накинулись и правильно сделали, потому что это полный пиздец был Я точно, однозначно вывезу его То есть 5 лет тебя ничего не смущало, ты ее пел везде, блядь Или что люди послушают и получат кайф при любом моем исполнении Нет, сейчас... То есть он под любую херню найдет вот эту вот теоретическую базу Найдет ответ, как выкрутиться Вот это, конечно, он молодец Мы этот трек больше играть просто не будем Ни уж, ни на сковородке Рэп какие-то вот, движухи, вот они зачастую построены на каких-то там бифах Кто-то кого-то срет, ненавидит, да? Рок, металл, он сладенький Он внешне только сладенький, внешне Тебе могут честно друг другу в глаза сказать, да, и диссы записать У нас же все послушают, да, скажут тебе, о, как заебись, о И потом за глаза будут говорить, какая же это шляпа, какая шляпа И только здесь у меня на канале мы говорим Все как есть, ребята Тебе не кажется, что такие вот личности, как, например, Денис Сейчас многие закидают меня помидорами Фео из Психеи Своими вот этими всеми скандалами, своими штуками, но они... Да Фео просто такой человек, он сам себя не может контролировать То есть это не что-то там какое-то продуманное, блядь Просто так у него естественным путем получается Этим крути, но все равно подогревает интерес Делают интереснее Да, делают интереснее то, что мы любим, то, что мы играем Ну, хлебает... Да, конечно, конечно, Ярушка, кому ты был бы уже нужен? Мы тут, смотри, заморочились Дисы снимаем, нейросеть подключаем Чтобы все красиво, интересно было Запоминаешь все припевы записываем В общем, есть что послушать Зрелища всегда нужны были народу Мне кажется, что вот именно коллегиальность рок-музыки Которую, кстати, я не замечаю так сильно Как вот ты это только что описал Да это миф Сейчас это точно миф Раньше говнари братались, да Потому что деньги вообще не водились Но опять же, как только появлялись деньги у какой-то группы Она сразу дистанцировалась и все А если ты все, как ты говоришь, меряешь цифрами То о какой коллегиальности может речь идти? Коллегиальность рок-музыки Это именно то Вот ощущение комьюнити Это именно то, что отличает рок-музыку в позитивную сторону Того, что как это в идеале изначально было Это очень диайвайная штука Когда каждый друг другу подает руку Опять же, биополярка, да, вот начинается, Ярушинская Тут подают руки, все обнимаются, в дес набьемся Но разогрев стоил 40 тысяч Хотите коллегиальность, как вам такая? Поэтому Ярушка выступал без разогрева Ни реклама, ни на твоем канале, ни выступление, я же говорю Ничего бесплатно уже не делается Так что давай, мы уже забудем про вот эту коллегиальность Деньги зарабатывают Поэтому даже тех же самых рэперов, наверное, можно как-то оправдать То есть ты думаешь, что все-таки, вот, что касается Neverlava Это про быть, а не казаться, да? То есть вот то, какой он в интернете И потом, какой он в жизни на концертах Это как бы, ну, типа, это не образ Это он просто, вот это такая его жизнь Я не настолько хорошо Блядь, это опять такие разговоры в пользу бедных Но он стоял на тебя на интервью Двух слов связать не мог Типа как-то, что-то, лишь бы, лишь бы Стоял, там что-то говорил Не мог ни на один твой вопрос нормально ответить Почему то, почему, блядь, под плюс Почему это? Ты еще очень аккуратно у него спрашивал Он толком ничего не мог ответить И ты говоришь, ему пофиг был Он тебе нарядится во что угодно Надо будет ногти накрасить Надо будет рожу белую сделать Что угодно Надо будет в коже одеться О каком мы говорим То, что он такой на самом деле Ну да, если бы он такой на самом деле Ну давай будем сейчас биться Герычем нахуй В 27 погибнем Рок-звездой станем Нельзя в рок-музыке Когда ты играешь для 13-летних девочек Быть вне образа То есть, если там какая-то была музыка Там шикарная То есть, материал нулевой Приходится вывозить На всем остальном На этой мишуре У тебя ирушка даже этого нету Вот тебя попроси намазать рожу белым И, блядь, накрасить глаза Подвести Чтоб больше просмотров было Ты, наверное, не сможешь Большинство из этого Настоящее Мы с ним, например Когда обсуждали совместку Я пока что не буду типа палить На всякий случай Я пока что не буду палить Чё именно в ней обсуждалось Но Я предложил ему просто Ой, ирушка просто по музыке Предложил Участвовал в нашем треке А он сказал Нет, давай сделаем Нет, давай анусы отбелим, блядь Вот это Давай усы себе твои На жопу наклею Чтоб было интересно Чтоб просмотры были Не, не, не Видите, да Он не на всё согласен Он думает сейчас на материале вывезет На сильнейших вот этих текстах его На сильнейшей музыке Это заставляет меня думать о том Что скорее всего он такой и есть, да Потому что, ну, я когда брал интервью у Ярика Ярушка не готов шок-контент снимать Блин, он таким вообще милым показался Так вот, о чём речь, я же говорю Просто нахлобучился, нарядился А так, по факту, ну, просто чувак интеллигентный Пушистым Которого, кстати, за время играния вот этой рок-музыки Совсем словарный запас истощился, да И просто 3-5 слов зная Подвижонком он стоял, так даже немножко, знаешь, переживал Хотя 10 минут до этого на сцене Ну, просто он примерно понимал, что надо делать, чтобы эти девочки ходили Егор не подкачал, вот мы и насладились его биополярными рассуждениями Кроме того, он больше не будет исполнять песню «Край Омега» А великий хит «Last Forever» должен жить Именно поэтому я сделал на него акустический кавер Это тот самый сюрприз в конце ролика для вас Пишите в комментариях, что вы об этом думаете Потому что я лично уже присвоил эту песню себе Так что все, Егор, можешь с ней прощаться Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки Также подпишитесь на мой Бусти, Телеграм, если хотите меня реально поддержать А с вами был Диуан и эксперт Андрей Ганс А как грибочек Увидимся и приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok